Приветствую вас, я увидел, что вы задавали уже такого рода вопрос, что вы уже публиковали такой рода вопрос, что вот есть проблема, да, проблема с тем, что с молодым человеком вы не можете нажать ВКонтакте, вот. Я вам могу с уверенностью сказать, что от того, что вы будете задавать вопросы, вообще-то говоря, мало что изменится. Если честно, то не изменится вообще ничего, вот. Потому что проблема, проблема таким образом ваша не решится. Проблема стеснительности, я имею ввиду, не решится. И задавая такие вот общие вопросы, вы вряд ли сможете решить свои проблемы. Тем более, что вы говорите про сразу несколько вещей, которые крайне, ну крайне негативно могут вам, ну крайне негативно могут сказаться на вас. Вот. А я поясню, поясню, что я имею ввиду. Дело в том, что с одной стороны, вы пытаетесь себя подавлять. То есть с одной стороны, вы подавляете свои чувства, свои желания и плюс ко всему считаете, что вам нужно подавлять это. Так вы считаете, что там, что, к примеру, машина должен делать первые шаги и так далее. Вот. То есть стеснение, стеснение, это не та история, которую нужно подавлять. Теснение, это та история, которую скорее нужно раскрывать. Понимаете? То есть это то, что нужно раскрыть вам, нужно раскрыть себе. Сейчас у вас это подавлено, оно нужно раскрыть. И тогда вы сможете абсолютно спокойно и адекватно взаимодействовать с мужчиной, да и вообще с кем на самом деле угодно. Это первое. То есть раскрыть свои чувства, раскрыть свои желания, раскрыть свое поведение, действовать более слабо на себя, слишком сильно зажато. И я бы сказал, что, наверное, подавлены даже. Скорее всего, опять же, своими родителями. Вот. Я так почему-то думаю. Хотя, конечно, могу безусловно ошибаться. Вот. Но мне так в ситуации видят. Это первое. Второе, что нужно сделать, это снизить мотивацию. Вам нужно снизить мотивацию. Как-то вот взаимодействие с этим человеком. То есть вы сейчас, чересчур, слишком сильно замотивированы с ним взаимодействовать. Вот. Почему-то, вот почему-то вы слишком сильно замотивированы. То есть свои какие-то желания, чересчур сильно вы хотите реализовать именно через этого человека. Что, конечно, всем мешает, создает элементы волнения. И, в итоге, только лишь, как вы видите, сами, чтоб все портят. Вот. Что я смотрю на мотивацию, нужно снизить. Вам. Дальше. Следующий аспект является стереотипом, что девушка не должна делать первые шаги. Это стереотип, потому что в отношениях, на самом деле, не важно, кто делает первые шаги. Ладно, чтобы они делали эти самые первые шаги. Вот. То есть абсолютно не имеет значения, кто делает первый шаг. Вам от этих вот стереотипов, которые у вас превалируют, вероятно, с детства, нужно избавляться. И в этом, конечно же, вам может помочь в том числе и психолог, с которым вы разберете все ваши негативные, деструктивные аспекты. Вот. Для того, чтобы, может быть более свободны. Но это означает освободиться от, как я говорю, до ограничений, которые сейчас у вас есть. Это требует определенной работы. Дальше. Следующий аспект заключается в том, следующая история заключается в том, и момент заключается в том, что необходимо больше сопредоточиться вам на себе. Не на молодого человека, да, на себе. На своих достижениях, на своих целях, на своих задачах, на своем развитии, на том, что вы делаете. То есть, грубо говоря, на собственной значимости. Эта история куда более важна. Эта история куда более ценна. Этот момент куда более серьезный, чем то, что вы сейчас описываете. И вот когда молодой человек будет заниматься не первое и даже не второе место в вашей жизни, вот тогда уже можно говорить о том, что вам делать дальше. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш текст, на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, конечно же, задать мне их в личку, вы можете задавать мне их в личку. Я буду рад вам ответить, буду рад вам по ночь. Желаю вам всего самого доброго, удачи и буду благодарен, если делаете ответ мой лучшим. Спасибо. Спасибо.